Количество представителей средств массовой информации на встрече глав муниципальных образований было не меньше, чем самих глав. Тема, которая значилась главной, очень привлекла внимание журналистов. О капитальных ремонтах многоквартирных домов информировал Высокое собрание министр энергетики ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. По мнению, данная тема освещается недостаточно подробно и вызывает у населения множество вопросов. Началось заседание с подведения достигнутых результатов. Мы решили самый больной вопрос, что отопление подано во все дома. С согласия собственников и глав муниципальных образований будет разрешено постоячная замена отопления. Но только в том случае, если мы видим, что подрядчики способны качественно выполнять при небольших, но тем не менее отрицательных температурах эти работы. Также было принято решение и по фасадам, которые не успели отреставрировать до наступления холодов. Объемы фасадных работ будут осваиваться уже в следующем году. По решению собственников и в первую очередь глав муниципальных образований, эти работы либо выполняет эта же подрядная организация, которая у вас работает, если она зарекомендовала себя положительной, либо это будет новый конкурс. Главы городов рассказали о том, как продвигается программа на местах. В самом плачевном положении оказались Верхневенск, Верхний Тагил и Кировград. С 4 сентября подрядная организация приступила к работе. 15 сентября работы были приостановлены по неизвестным причинам. Поэтому, каким образом мы среагировали, мы 2 октября отправили в региональный фонд письмо с рекомендацией расторгнуть контракт с недобросовестным подрядчиком. Ремонт в домах этих трех муниципальных образований на 2015 год был представлен на конкурс единым лотом. Заявилась на него единственная организация «Стройдор». При расторжении договора придется проводить новый конкурс, но и здесь есть подводные камни. Новый конкурс не гарантирует изменения ситуации, потому что ни один из муниципалитетов действительно не может сказать, что есть участники, которые могут с этой работой справиться. Не приступили к капитальным ремонтам домов и в Верхней Туре. Чуть лучше ситуация в Кушеве. Однако там из 12 запланированных на 2015 год домов в пяти ремонт так и не был начат. В оставшихся подрядчик еще не успел приступить к системам отопления, а на дворе практически зима. На общем фоне ситуация, которая складывается с капитальным ремонтом многоквартирных домов в Верхней Салде, выглядит более стабильной. Процент выполнения в общем 12%. Трудится капитическая компания, приносит строительный конкурс, вопросов по подрядчикам нет. Работа по фасадам, по отоплению, временно приостановлено. По отоплению проговорили и с работой в порядке. Будем решать, что если это тоже не доно, у нас нет проблем в постоянном моменте. Вчера буквально вечером получили от подрядчика письмо с просьбой перенести строительный конкурс по фасадам, по отоплениям, где они находятся. Но в диалоге понимаем, то есть когда закончится полграфика работы, приступим уже к следующим последствиям. То есть на фасадах дальше следует строительство. Не все складывается гладко и в тех городах, где программа капитальных ремонтов домов идет хорошими темпами. Есть непонимание между собственниками жилья и подрядчиками, между подрядчиками и региональным фондом, между региональным фондом и администрациями округов. Первый год действительно непростой, но те ошибки, которые есть, они не будут повторяться на следующий год. И те проблемы, которые выявляются, мы будем просто заблаговременно учитывать. Если брать верхнюю Салду, в частности, на первом этапе у нас были большие нарекания к этой подрядной организации. Однако, благодаря совместным действиям органов местного управления, администрации, муниципалитета, фонда и министерств, нам удалось выстроить нормальные отношения. Сейчас уже темпы работы значительно увеличились, и по обращению администрации города планируется продление контракта с этой организацией, чтобы они в летний период завершили те работы, которые не выполнены были в осенний период. В выступлениях на совещании прозвучали претензии к качеству выполняемых работ. Однако, опасения по поводу того, что жители ремонтируемых домов окажутся заложниками недобросовестных подрядчиков, были развеяны целиком и полностью. Ситуация находится под полным контролем регионального правительства и фонда. Второй момент, что ни копейки денег, которые собрали жители, не заплачено за невыполненные работы и за некачественно выполненные работы. В том, что мы видим те негативные моменты, которые есть в муниципалитетах, но в то же время это не значит, что программа сорвана везде. Те компании, которые сегодня получили расторжение в одностороннем порядке, которые не справились сегодня со сроками, с финансированием, ну то есть все те замечания, которые сегодня генерируются на уровне муниципалитетов, строительного контроля, это станет уже как раз поводом для создания и белых списков, и черных списков. И компании, конечно, уже, которые себя не оправдали в 2015 году, не попадут в будущее реализации этой программы. Ни в 2016, ни на все 30 лет. Главам муниципальных образований предложили подумать и тщательно проанализировать вопрос о возможности возложения ряда функций технического заказчика и технического надзора на муниципалитеты. Пилотный проект уже начал разрабатываться на территории Новоуральска. И уже на этом совещании несколько муниципалитетов заявили о готовности принять на себя данные функции. Что касается Верхнесалдинского городского округа, то пока решение не принято. Да и предложение очень неоднозначно. Взять на себя только контрольные функции без финансового подкрепления – дело рискованное, с непонятной перспективой. То есть музыку будет заказывать региональный фонд, а отвечать за правильность нот – городская власть. Кроме того, подобная конфигурация не прописана ни в одном областном законе. А при размытой ответственности может получиться, как у Райкина. Пуговицы пришиты крепко, а костюм носить нельзя. По мнению наших салдинских глав, эффективнее было бы совершенствовать ту систему, которая сложилась, учитывая ошибки первых капитальных ремонтов наших многоквартирных и многострадальных домов.